Экскурсия началась с сердца отдела полиции дежурной части. Здесь ребятам рассказали о том, как работает эта служба, кто принимает обращения жителей, где хранится боевое оружие, что такое спецсредство и даже показали, как изнутри выглядит изолятор временного содержания правонарушителя. Мне нравится, когда мы можем молодое поколение окунуть к нам в нашу службу, чтобы они понимали, чем занимается полиция с самых малых лет. Работа полицейских сопряжена с риском для жизни, порой спасая других. Они подвергают опасности себя. Об этом ребятам рассказал член общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская Александр Ворошила. Человек живет в правовом обществе, что кругом него люди. И он должен в этой жизни адаптироваться и быть законопослушным. Это тоже очень важно. И когда ребенок с детства это понимает, такой гражданин соответственно и вырастет. После дежурной части ученики 3-го Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии отправились в музей отдела полиции. В этом зале проходят все оперативные совещания сотрудников. На стенах портреты людей, которые ценой собственной жизни остановили преступников. Это очень интересно для наших детей. У них такой возраст, когда они с открытыми глазками впитывают все вокруг себя, любую информацию. И именно информация, образ и как работает наша полиция, как построена эта система, какие здесь работают люди, какими средствами они пользуются. Это им очень интересно и очень полезно узнать именно сейчас в этом возрасте. Они формируют как бы образ порядочного гражданина, законопослушного гражданина. Полицейские нужны очень, ну например, если кто-то что-то украл, ну нужны для того, чтобы ловить преступников и наводить порядок. Я вошел сюда, думал сначала маленький зал, а тут поднялся на второй этаж, он такой большой. Тут много интересного. Вот нам рассказывали, как держит заключенный. Я видел, как в хамере, где держит заключенных, какая она там. Она пустая полностью. Там серая решетка и закрывается на засов. Вот. Мне еще понравилась эта экскурсия. Я очень рад, что сюда поехал. Игорь Хохлов рассказал детям о истории создания правоохранительной службы и в завершении встречи предложил ребятам нарисовать портрет полицейского. Школьники поддержали идею и передали все свои работы в музей Барвихинского отдела полиции. Я желаю, чтобы у вас было крепкое здоровье и чтобы вы любили свою работу. С днем полиции! И вот это прекрасное сердце! Взрослые приготовили для детей еще один подарок – сладости и горячий чай. За столом ребята делились впечатлениями от экскурсий. Некоторые даже решили в будущем стать полицейскими и быть на страже закона. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...